8 часов 18 минут в Челябинске, Челябинской области, начинается новый день. А я вот тут подумала, задумалась, так хочется пельменей, да? А мы говорим, каша с утра, это как-то не так. Мы только пельменим. Фу, орехи, ягоды, как калорийно, вот пельмени, вот это вот диетическая история. Потому что настоящий русский человек, он всегда хочет пельмени, и чем их больше, тем лучше. И еще если учитывать, что у нас ведь есть традиционный городской фестиваль, который называется «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Так вот, в каком он будет формате вообще проходить, и будет ли он проходить на эту тему, я предлагаю сейчас порассуждать. Ну вот, насколько я знаю, в этом году фестиваль пройдет 12 декабря, а подробнее о нем нам расскажет первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. Доброе утро, Ирина Викторовна. Доброе утро, доброе утро, коллеги. Ну что, скажите, быть фестивалю или не быть? Фестиваль будет действительно 12 декабря в парке Гагарина. Это традиционное место его проведения. Начало в 12 часов. Фестиваль носит вообще статус областного фестиваля, потому что будут представлены и продукты, питание, и коллективы со всей области. Поэтому всех ждем. Цель, я думаю, всем понятна этого фестиваля. Это как раз популяризация и сохранение культуры, питания, культуры, традиции, культуры пельменных, всех вещей. Поэтому здесь, я думаю, что будет все здорово, как всегда. Прям чувствуется, что вы предвкушаете сам праздник. Да, пельмени хочется. Будут какие-то меры предосторожности в связи с нынешней ситуацией соблюдаться? Обязательно. Пандемия, как и везде, вносит свои коррективы. И в этом году самый большой упор будет сделан, конечно, на торговые ряды, на ярмарочную такую постановку, для того, чтобы люди могли перед Новым годом купить себе к новогоднему столу любые продукты питания. Пельмени прежде всего, но и мясные какие-то изделия, гусей, кур, уток, колбасные изделия, рыбу. То есть в этом году мы пригласили, конечно, большее количество тех производителей, которые производят продукты питания. Если говорить про культурную составляющую, то, безусловно, будет открытие, очень яркое, насыщенное открытие, такое сопровождение музыкальное всего фестиваля и всей ярмарки. И, в общем, я думаю, что создание хорошего настроения, несмотря на погоду и несмотря на то, что ковидные ограничения существуют, безусловно, для людей будет все равно позитивным моментом, настоящий момент. Ирина Викторовна, ну вот у нас на Урале, я как садовод вам скажу, погода очень непредсказуемая. А если вдруг грянут морозы, что, фестиваль отменят? Ну, я думаю, что как раз для фестиваля и вот ярмарки, связанной с едой, здесь не должно быть каких-то ограничений погодных, потому что, наоборот, морозное утро, такой день морозный хороший, и погода здесь как раз не помеха. Поэтому фестиваль не отменится, если будет морозная погода. Наоборот, будет только, мне кажется, такой веселый румянец на щеках, веселое настроение у всех. Но какое-то время проведения ведь уже определено, со скольки до скольки можно будет побывать на фестивале? Ну, в 12 часов начало такое вот торжественное, фееричное, что называется, такой пролог музыкальное. Ну, а вообще торговля начинается, как правило, уже с 11 часов. И, ну, знаете, люди очень активно начинают покупать продукты питания, и, соответственно, мы говорим, что продукты можно купить с 11 часов, в 12 часов начало такое вот яркое культурное составляющее, и до, ну, что называется, до последнего клиента, до последнего пельменя, который у нас будет продан. Это будет все 12 декабря, еще раз парке Гагарина, напомним. Ирина Викторовна, сегодня вот у нас в эфире, необычный такой эфир, мы сегодня обсуждаем про сплетни. Вот скажите, в Министерстве культуры, ну, тоже какие-то, наверное, есть сплетни? Вот о чем вы больше о политике, о культуре сплетничаете, о коллегах? Ой, у нас сплетни связаны с тем, как здорово, как интересно в нынешних условиях отметить Новый год и, ну, вот хорошее настроение подарить друг другу. Поэтому, ну, их сложно назвать сплетнями, в общем-то, это все подразумевает все-таки какие-то такие нормативно-правовые акты с нашей стороны. Поэтому, ну, вот все это связано с предвкушением уже новогодних праздников. Ну что ж, действительно, все ждем новогодних праздников, но для начала пойдем на Николу Зимнего 12 декабря в парк Гагарина. Поедим пельмени вкусных. Да, всем приглашаю. Доброго дня, с нами на связи была Ирина Анфалова-Шишкина, заместитель министра культуры Челябинской области. Ну что ж, а я предлагаю уже прямо сейчас от пельменей немножечко отодвинуться, правильно? Потому что есть у нас горяченькие пирожки, новые сплетни, что там звезды делают. Давайте по ним пройдемся и посмотрим. До новых встреч!